Ребята, у нас утром здорово! Начал работу лагерь исторической реконструкции «Летопись временных лет». Он организован в Молодежно-продростковом центре «Самоцветы». Сегодня утром дети и вожатые выехали в платочный лагерь, раскинувшийся на берегу Белой. Смена посвящена истории России. Каждый день будет как бы погружение в историю и в те события, которые были раньше. Это будут костюмы, это будут разные игры. Если человек может там дискуссировать, вести диалог, принимать на себя какую-то роль, то тогда это называется ролевая игра. «Летопись временных лет» – первый подобный проект в республике. Почти две недели 50 школьников и студентов будут двигаться от эпохи к эпохе. В игровой форме они пройдут путь от языческих времен до наших дней. Ролевые игры, какие-то конкурсы, задания интересные, квесты. Мне это точно будет интересно. Я историю люблю, поэтому туда иду. Этот лагерь абсолютно новый вообще. Новый. Таких форматов я еще никогда нигде не видел. Правда. Программой руководят Павел и Марина Сафоновы. У них это далеко не первый опыт подобных проектов. За их плечами лидерские смены, борьбольческие акции, руководство молодежным движением и студии игровых технологий. А сейчас впервые ролевой исторический лагерь. Чтобы этот лагерь был не единичным каким-то моментом в вашей жизни, а чтобы это был старт вашей новой жизни. Команда разработчиков и вожатых – активисты городского отделения Республиканского движения молодежи. В него входит студия игровых технологий «Витамин 3D» и волонтерское движение «Поколение Некст». Игры – не новое поприще для этих ребят. Многие их разработки известны и пользуются спросом. Организаторы проводили лидерские смены в «Зелёных дубках». Я участвовал в проведении «Звёздных войн». «Звёздные войны» – это ночная игра, где присутствуют монстры, где нужно будет как раз-таки при определённой легенде найти некий артефакт. В принципе, дети просто в восторге от «Звёздных войн», дети в восторге от различных ночных игр. За плечами этой команды много известных проектов. Игровой след «Взлётная полоса», фестиваль молодёжных культур «Юча-фест», лидерская смена «Молодая Россия вперёд», молодёжные акции на День Победы и другие мероприятия. Их все объединяет свежесть, новизна, открытость и, как это говорят, неформат. Очередной проект стартовал. Следите за новостями. Виталий Бормотов, Николай Осипов. Новости. Там действительно клёвый лагерь, ёлки-палки. Виталий Бормотов. Новости. 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 Новости